Текст Предложения, которые стоят в определенном порядке и связаны между собой по смыслу. Предложения в тексте объединены одной темой и основной мыслью. Признаки текста Целостность Раскрытие в тексте одной темы Связность Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств. Законченность Полное раскрытие темы в тексте. Текст состоит из нескольких частей. Давайте узнаем, из каких. Было теплое осеннее утро. Светило нежаркое солнце. Дул прохладный ветерок. Деревья были покрыты красивыми листьями. Под легким дуновением ветра и ласковыми лучами солнца Листочки переворачивались и будто переливались. Природа радовалась последним теплым денькам. Прочитайте только первое и последнее предложение в рассказе. Они связаны между собой по смыслу. В них говорится об осени. Но только по этим двум предложениям вы не сможете судить о содержании всего текста. Прочитайте середину рассказа. По этому отрывку вы не можете сказать, что рассказ об осеннем дне. Значит, чтобы получился понятный текст, надо его правильно построить. В тексте должны быть начало, середина и концовка. В первой части текста, начале, вы готовите собеседника к тому, о чем пойдет речь дальше. В основной части раскрывается содержание высказывания. Заканчивается текст концовкой. Эта часть делает текст законченным. Текст завершается. Чтобы текст было удобно читать, Каждая новая часть в тексте записывается с красной строки. Каждая такая часть текста называется абзацем. В первой части рассказывается, с чего началась история. Вышла как-то лисичка на огород. И видит, что много крапивы на нем наросло. Хотела было ее повыдергать, Да решила, что не стоит даже и затеваться. В этой части рассказывается сама история. Уже хотела пойти в дом. Да тут волк идет. Здравствуй, кума. Что ты делаешь? А хитрая лиса ему и отвечает. Ой, видишь, кум, сколько у меня крапивы уродилось. Завтра буду убирать, да запасать ее. А зачем? Спрашивает волк. Ну как же, говорит лиса. Того, кто крапиву чует, Собачий клык не берет. Смотри, кум, Близко к моей крапиве не подходи. Последняя часть подводит итог. Заканчивает рассказ. Повернулась и ушла в домик спать. Просыпается на утро и смотрит в окошко. А на ее огороде пусто. Ни одной крапивушки не осталось. Улыбнулась лиса и пошла завтрак готовить. Сегодня на уроке вы узнали, Подводится итог сказанному в тексте. Иногда формулируется основная мысль. Каждая часть текста пишется с красной строки. Если пропустить какую-то часть, текст станет неполным, может стать непонятным. Субтитры создавал DimaTorzok